Проделав огромный путь, она вернулась в Брест. Горожанам показали самую таинственную и ценную книгу Беларуси – оригинал Брестской или Радзивилловской Библии. Ее напечатали в 1563-м. За четыре столетия священную реликвию окутывало немало тайн. Шедевры белорусского книгопечатания будут храниться в специальной витрине, аналогов которой в Беларуси нет. В активных витринах с активным микроклиматом, по-перше, естественно, есть автоматика, которая контролирует вильготность и температуру, и ее меняет. То есть, например, в помешкании, вот тут, сегодня теплее. Мы с вами надыхали, камеры со светлом працуют. Это все вплывает на то, что температура повысилась, и вильготность, хотя и все так само повысилась вот сейчас на этом моменте. Хотя с початку утраницы, как мы зашли, было на оборот все. Было все прохолодно и довольно сухо. Вот это все автоматично витрина повинна выращать. Витрина разработана нашими меньшанами, и Библия будет находиться в этой витрине три месяца. Затем мы ее изымаем из экспозиции, переносим в специально изготовленный для нее контейнер, где она будет продолжать храниться оставшиеся месяцы. А в следующем году такая же процедура будет произведена, потому что, согласно инструкции хранения стародруков, мы, конечно же, не имеем права хранить постоянно на свету эту замечательную книгу. В настоящее время в мире известно о 120 экземплярах Брестской Библии. Но в основном это неполные копии, фрагменты отдельной страницы. В идеальном состоянии экспонаты хранятся в библиотеке Кембриджа и Вильнюса. Непревзойденный шедевр белорусского книгопечата ни отныне есть и на своей исторической родине. Он не просто хорошо сохранился, но и оставил следы многих пользователей. Я признаюсь вам честно, что, конечно же, наверное, не имеет значения, в каком музее эта Библия бы хранилась. Самое главное, я всегда мечтала об этом, чтобы эта Библия вернулась к нам в город. Ну, конечно, мы горды, и тут нечего скрывать, что Библия все же будет храниться в музее истории города Бреста. К уникальному артефакту мэр Бреста Александр Рогачук относится особенно. Исторический раритет поможет развивать Брест с туристической точки зрения еще сильнее. Работа по наполнению городского музея истории новыми уникальными экспонатами будет продолжена. Ведь кроме Библии на территории нашего города было напечатано около 40 различных произведений светского и религиозного содержания. Брещане получили из рук главы государства уникальный подарок, и теперь очень важно этим уникальным подарком правильно распорядиться, чтобы максимальное количество людей видело этот раритет, и чтобы это не было во вред хранения этой книги. Поэтому вот эти три месяца, которые мы можем экспонировать, это уникальное издание, мы совместим с пиками туристическими в наш город. Понятно, это май, понятно, это июль, день освобождения, понятно, это январьские каникулы. То есть мы постараемся максимально использовать это уникальное издание как элемент привлечения людей в целом в музей истории города. Музей истории города мы будем наполнять раритетными экспонатами. Наше законодательство, бюджетное законодательство предполагает приобретение раритетов в том числе за счет и бюджетных средств. Поэтому, вероятно, каждый рубль, вложенный в эти раритеты, он потом отдастся сторицей, не обязательно финансовым результатам, а что-то останется у кого-то здесь, у кого-то здесь, а кто-то просто по-другому посмотрит на историю своего города. Брестская Библия – это не просто полторы тысячи страниц, не просто текст Святого Писания. Это символ величия Бреста и наших предков, богатой книжной и художественной культуры, поддержки достойных культурных инициатив на протяжении столетий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова